На этом первенцерф. Что был для вас самый волнительный момент и почему? Ну, конечно, я переживала очень сильно за свою первую половину программы и короткую, произвольную, потому что там стоят самые сложные прыжки. Нельзя было подвести тренера в свою команду, потому что на тренировках все хорошо, и на соревнованиях нужно показывать хороший результат, достойно выступать. Поэтому я немного волновалась, так как турнир сложный, серьезный. Я больше всего переживала за вторую половину программы, потому что сегодня на мне не очень получалось. Именно утром на тренировке. Прям не шло мне сегодня. Я очень переживала, что я опять не смогу показать свою программу хорошо. Потому что все ждали от меня этот Арцах, как он должен был поставлен быть. И вот у меня вроде получилось сегодня это сделать наконец. Я больше переживала за все в целом. Хотела себя показать как можно лучше, и боялась, что я выложусь не на 100%. Что ошибусь где-то и не наделаю. Там вращения, дорожки, прыжки. После короткой программы хотели встретиться в том же заставе. Это получилось немножко в другом порядке. Вы большие молодцы. И у меня такой вопрос. Чем вы себя вознаградите, порадуете, побалуете после того, как у вас все так замечательно получилось? Спасибо. Спасибо большое за поздравление. Ну, я пока не знаю. Не знаю, может быть выходной один. Будет потом тренировка дальше уже. Я не знаю. Мне мама, наверное, много объятий будет от мамы. Не знаю, выходной, да, будет. Немного тренировки будут полегче сначала идти, а потом будем готовиться к следующим соревнованиям. Может, тортик дадут маленький. Спасибо большое. Я, наверное, никак себя не буду радовать. Хотелось бы сразу приехать и выйти на тренировки, чтобы работать дальше, улучшаться. Хотелось бы услышать поздравления тренировок, обнять их и увидеться поскорее. Еще есть вопросы? Опять это всем вам. Конечно, первенство России – это был очень ответственный старт для вас, наверное, главный старт в этом сезоне. Что вот значит этот результат для вас, для будущего? Ну, конечно, так как я сильно волновалась, я переборола свой страх и сделала элементы не идеально, но нормально. На следующих стартах я постараюсь быть более спокойна и выполнять эти элементы без страха, без каких-то сомнений. Ну, наверное, этот турнир дал мне уверенность на следующих соревнованиях. Ну, я буду более уверена. Мне кажется, этот старт придал мне больше сил на следующие дни, которые будут тоже очень сложными. Мне должно стать, катать легче программы, по идее. Не знаю, как на самом деле будет. И я очень рада, что я попала в сборную России. Я, конечно, очень рада, что я попала в тройку, то, что отобралась в сборную России. И этот старт придал тоже больше уверенности, то, что все возможно. Меньше будет теперь страха. Я буду уверенней кататься и улучшаться еще больше, добавлять сильнее контент. Четверные. Спасибо. Есть еще вопросы? Соня. Ну, я в своей программе катаю девушку Мулан. Она вместо своего отца пошла на войну и отстояла там свое звание, свою семью. Я тоже стараюсь во время проката меняться как в выражении лица, так и в своих движениях, так как музыка меняется. И я тоже стараюсь понимать каждое движение в этой программе, понимать, кого я катаю и показывать это на льду. Ну, чтобы это было не механически, а как бы были какие-то эмоции, чувства, тогда совершенно по-другому энергетически начинает звучать программа. Да. Аделя, хочешь что-то добавить или... Может, только про короткую. Ну, расскажи. Там я катаю танго. Это танец страсти, эмоций. И я считаю, что это очень красивый танец, четкий, резкий. Я вроде тоже очень резкая девочка. И на льду мы ставили эту программу, чтобы показать эти качества. Потому что программа должна подходить к человеку, который ее катает. У тебя классика, у тебя классика. Я в программе пытаюсь... Ну, я хочу показать жизнь, какая она бывает, и всю ту боль. Иногда хочется ее доделать полностью, эту программу, чтобы ничего не смазывалось, и чтобы люди понимали, что я катаю, и в каких местах, где радость, ну, бывает, где какие-то страдания, да. Всю жизнь, какая она на самом деле. И вот вопрос еще Софии Акатьевой в продолжении этой темы. У тебя, насколько мы знаем, Татаро-Башкирский есть корни. И можем ли мы ожидать тогда по аналогии от тебя программу в национальных мотивах? Ну, я пока не знаю, какая у меня будет программа на следующий сезон. Ну, вот в этом сезоне программы другие. Не восточные, да. Ну, наверное, да. Соня, все, ответила. Женское катание не стоит на месте, оно усложняется. И вы, наверное, как призеры Первенства России, победитель Первенства России, ставите перед собой какие-то задачи, да, что вы хотели в будущем показывать, какие элементы вы хотели бы освоить. Можете как бы приоткрыть вот завесу своей мастерской, да, на чем вы работаете и что бы вы хотели показывать? Ну, допустим, если не в этом сезоне, то в следующем. Я бы хотела в программе прыгать четверной сальхов еще в дополнение к этим элементам. На тренировках мы пытались вкатывать этот набор. Вот. Ну, и в следующем сезоне, конечно, буду стараться его выполнять. Ну, и, конечно же, четверной флифт, четверной лутс, заходить в них, пытаться выехать, тренировать. Тоже буду в конце сезона, чтобы как-то улучшаться. Мне надо учить четверной тулуп. Иногда попытки были. Сейчас мы будем работать над этим элементом, чтобы вставлять в программу, чтобы его выпрыгивать. Я думаю, пока он один будет, четверной тулуп, потому что я еще не до конца наработана на нем. Самое сложное, мне кажется, это будет держать программу, такую, какая она сейчас была. Потому что самое сложное, это не идти вперед, а именно удерживать то, что у тебя сейчас есть. И мне это нужно сделать будет. Я планирую вставлять в программу четверный, четверной тулуп, четверной сальхов, тройной аксель также. Накатывать это все. Также не забывать про программу, улучшаться в обращениях, в каскадах, в тройных, в дорожках, чтобы был всегда четвертый уровень дорожки. И также показывать программу намного-намного лучше. Ну, сезон, я думаю, на первенстве России не закончится для вас. У вас есть еще впереди какие-то планы? Можете поделиться, где вы будете еще выступать, если знаете об этом? Ну, я буду выступать на финале Кубка России, это я знаю. Потом, пока я не знаю, какие будут еще соревнования, но буду продолжать готовиться к следующему. Финал Кубка России. У меня также будет финал Кубка России. И, если не ошибаюсь, у нас еще будет Старшая Москва и Старшая Россия, если отберемся по Старшей Москве. Вот, как-то так. Может, еще что-то на какие-то соревнования нас заявят, чтобы просто держать себя в форме. Я также поеду на первенство России, первенство Москвы, точнее, на первенство России старшего возраста. Про финал еще не знаю, попаду ли я. Еще неизвестно. Ну, и вопрос у меня, если нет вопросов, по этому сезону. Все знают, что был карантин, какая была подготовка к этому сезону. У юниоров было не так много стартов, в отличие от взрослых. Международные старты отменили чемпионат мира, отменили этапы гран-при. Насколько было важно для вас поддерживать форму, и насколько для вас было важно, что есть, остаются соревнования, в которых вы можете принимать участие. Как вы мотивировали себя на эти соревнования? Ну, начиналась подготовка к сезону в Новогорске. После карантина мы вышли. Сначала там начали распрыгивать тройные. Потом приехали на родной каток. Я начала прыгать четверную тулу по тройной аксель. Потом было первенство Москвы старшего возраста. Потом первый этап Кубка России. Второй этап. Форма улучшалась, улучшалась. С каждым днем получалось собрать больше элементов. Ну, конечно, стартов не так много, как в прошлом сезоне было. Из-за этого я немного расстроена. Но буду себя мотивировать тем, что мне нужно на следующих соревнованиях сделать не хуже, чем на прошедших. Вот этим я мотивируюсь на следующее соревнование. Подготовка к сезону ушла тяжеловато. Потому что сначала в Новогорск, когда мы приехали, распрыгались. Потом нам поставили программы. Мы их вкатывали. Потом мы вернулись в Рустайный. И продолжали в том же духе катать программы. У меня была травма, поэтому я со многих соревнованиях, которые были, снялась. Это меня очень огорчило. Было тяжело восстанавливаться, чтобы продолжать кататься не хуже, чем в предыдущем сезоне. Это было тоже очень важно, чтобы показать, что я не стала хуже, чтобы не пропало желание на меня смотреть. Это была мотивация, чтобы зрители на меня смотрели на этот сезон. После карантина мы восстанавливались в Кисловодске. Сначала восстанавливали все прыжки. Потом мне ставили программы. Также мы иногда пробовали четверной сальхов. Потом мы приехали на каток свой и уже накатывали программы, готовились к соревнованиям. Я очень рада, что в этом сезоне у нас есть достаточно соревнований, то, что можно себя показать. Надеюсь, в следующем будет еще больше соревнований. Ну и последний вопрос. Заканчивается пресс-конференция. Какие эмоции вы испытываете сейчас? Потому что видно, что вы устали. Есть ли это какая-то внутренняя радость, которая или пока не осознали, что произошло, или просто все силы оставили на льду? Ну, что сейчас? Конечно, я очень рада, что получилось выиграть эти соревнования, потому что мы с тренерами очень долго к этому шли. Очень много тренировались, за что им огромное спасибо. Конечно, я очень счастлива, что такие эмоции радостные после проката были, когда я увидела оценки. И вообще мне очень нравится соревноваться, когда ты выходишь на лед, у тебя такой особый драйв. Мне вообще очень нравится выступать. И вот поэтому очень хорошие эмоции вообще остались от этого соревнования. Мне очень понравилось здесь. Во-первых, хочется поблагодарить Красноярск за теплый прием, за гостеприимство, которое оказал этот город. Очень положительные эмоции остались после этих соревнований. Рада, что попала на второе место, что откатала первый раз к произвольную программу чисто, что были довольны мои тренеры. И, в принципе, я тоже довольна этим прокатом. Я очень рада, что я чисто прокатала, можно так сказать, что короткое у меня очень хорошо получилось. Я надеюсь, что этот лед оказался счастливым. Я буду очень рада сюда еще приезжать. Спасибо большое за теплый прием в Красноярск. Еще хотелось поблагодарить Академию. Академию Англоса Плющенко, Евгения Викторовича, Дмитрия Сергеевича, Сергея Андреевича, всех тренеров, которые помогали мне. И, конечно же, моей семье за поддержку. Я тоже очень благодарю своих тренеров. Я тоже благодарю всю команду, свою семью за то, что поддерживали меня в течение всех соревнований и подготовки. Снижающий поклон. И это правильно, это очень важно. Но если нет вопросов, я думаю, что мы поздравим девочек, поаплодируем им. Небольшие молодцы. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.